Доброе здоровьица, уважаемые посетители канала! Разговор об обидах вызвал оживление на канале, пошли различные отзывы. И что я хочу сказать по поводу обиды. Навряд ли наберется несколько человек, которые в жизни бывали в таких ситуациях, особенно в зрелом возрасте, не в юности, о чем я хочу рассказать и подчеркнуть, когда создаются ситуации, пытающиеся вас обидеть. То есть получается, что ситуация есть, которая требует вашей реакции. Если вы обижаетесь, значит вот она была. Если не обижаетесь, а по-иному к ней относится, значит обида не прошла. Но я с вами сейчас хочу поговорить не столько о себе, о своих там обидах, сколько об обидах, причиняемых человеку в быту, причем близкими. И в частности этот будет разговор об обидах на тем, кто непосредственно живет рядом с вами. Это обида на мужа. И начну я наверное с того, что мне написала посетительница канала, сказала вот, муж в 70 лет умер, до этого был вроде бы как порядочный. И день не зарабатывал, и не бухал. Но в то же время жить с ним было очень трудно. Так или иначе, вот он тебя обижал, унижал. То есть унижение это та же обида, только разные оттенки. И это доставляло ему удовольствие. И вот тут, знаете, у меня такие мысли возникают, как со стороны, допустим, жены, так и со стороны мужа. Ну начнем, со стороны мужа начну. Вот если вы живете с человеком, ну вначале это была девушка, которая вам понравилась, вы с ней, значит, надумали создать семью, живете. А потом вы меняете процессы жизни к ней отношения. То есть выясняется, что несколько это не ваш человек. Ну как-то вот не подходит. Вы ожидали одну, а получилось так, что это не то, что вы хотели бы что-то сделать, в первую очередь, вот, если это не ваше. Набраться смелости и разойтись с этим человеком. Объясним, что так и так, я вот думал. Вот так вот кончилась страсть, не любовь, а страсть, которая вот чисто вспыхнула между мужчиной и женщиной, как отношения между полами. Она прогорела, а вот дальше, дальше, чтобы на чем-то строить наши отношения, какие-то были общие интересы, там, еще что-то, еще что-то, созвучие там энергий наших, взаимодополнений. Вот этого нету, а этого нету, я и так не могу. Вот так вот, ясно, прямо и все. Пусть это хоть будет как-то там жестоко, но тем не менее это будет правда. Разбирая случай с этой женщиной, мужчина понял, что это не его женщина, которую он хотел, которую он представлял, а это нечто что-то иное. И начинаются тогда, как бы, то ли попытки за счет унижений, оскорблений, вынудить ее, чтобы она ушла. То есть вот такие вот мысли у меня уже возникают, чтобы она, как бы сказать, поняла, что муж это не тот человек и ушла от него. А если, понимаете, человек осознает, что, ну вот, в принципе, жена для него чужой человек, с которым вот по ошибке молодости он связал свою судьбу, и теперь вот надо там расклюбываться, тут общая квартира, там, дети. Как со стороны посмотрят. И вот тогда начинается человек, мужчина пренебрегает этой, естественно, женщиной. Он ее не ценит, он ее готов вот в случае чего там оскорбить, унизить. Вопрос у меня к мужчине. Зачем тебе нужна такая жизнь? Этот человек не твой, этот человек нелюбимый. Зачем ты с ним живешь? Ну, ошибся. Это можно быстро истраивать. То есть это все выясняется там после свадьбы, через отпуск, а там через два, то еще раньше все это выясняется. Ну, пусть общая квартира, пусть там общие дети, но тем не менее это все можно решить. Что ж дальше мучиться всю свою жизнь, там, до 70 лет, и вот показывать, показывать этому человеку свое пренебрежение им. И вдобавок еще и терпеть вот то, что ты вынужден это все терпеть. И вот это все, знаете, нагнетается. Я такого мужчину не понимаю. Вот просто не понимаю. Зачем это ему нужно, чтобы он вот это вот все терпел. Терпел, даже не терпел, а вот это вот все варился в этом. Даже не знаю, как это правильно там высказать. Но я просто не понимаю, зачем это все делать. Это со стороны мужчины. Теперь со стороны женщины разберем. Со стороны женщины это все поясняется. Вот это, знаете, бытовое хамство, пренебрежение тобой как человеком, как личностью, это проявляется буквально таки в течение первых двух-трех месяцев. Да, вот существует действительно такой букетно-конфетный период, все хорошо, все это. Но в то же время, в то же время присматривайтесь к своему избраннику, к своему этому человеку. Да вот вроде вот, вот смотрите, характеристики. Не пьет, хорошо зарабатывает там. Ну и пускай там уже площадь. И вроде бы, знаете, вы готовы за вот это мириться с тем, что вас будут постоянно оскорблять, что вот это будет бытовое хамство, унижение. Ну, ну, а как бы, куда бы деться. Так вот, на первых это месяцах проявляется обычно даже там до свадьбы, в отношениях, в разговорах, там, все-таки, я не знаю кто как, но я это прекрасно чувствую, что это за человек и как там с ним дальше. Слаживаются ваши пути или они там не слаживаются? Ну, ладно, все было нормально, конфетный этот букетный период, свадьба, все, пошли, значит, вот будни. И в течение первого-второго года, там максимум, вы видите, что вот какие-то идут обиды, вас там оскорбляют словом, вас там еще оскорбляют бездушием, пренебрежением, а то в открытую унижают, а потом могут даже еще рукоприкладством заниматься. И дальше терпеть много лет, пока он умрет, вот это все, знаете, отравить свою жизнь. Просто, да, просто человек не понимает, насколько жизнь величайший дар. И он ее вот так вот, вместо того, чтобы, знаете, вот пробыть в позитиве, в радости прожить, он ее превращает в какой-то вот этот, в негатив. Он окрашивает черные цвета. Опять-таки, зачем, чем раньше, да, можно ошибиться, да, опять-таки, убедный мужчина, хороший, там занимается спортом, и все-все-все там при нем. Но характер. Мы выбираем ушами, глазами, а живем с характером. И если с характером, вот, вот, человека такой тяжелый, мы не можем найти с ним общие точки соприкосновения, чтобы нам вдвоем было приятно. То есть, одно дело, вот, живет мужчина, живет женщина, и у него свои радости, у нее там свои радости. И когда они соединяются вместе, то эти радости объединяются, усиливаются еще. То есть, вот это вот настоящая там супружечка жизнь получается. А когда два человека, вот этот жил в своей радости, этот жил в своей радости, делах, соединились, и у них вместо того, чтобы вот то, что они имели, то, что они имели, оказывается, что они друг друга взаимно погасили. Значит, много мужа погасили тем, что вот этот не тот человек, какой-то там, ну, не его, и он вот этот вот внутри постоянно, постоянно недоволен, постоянно вот этот вот, у него там все там кипит. То же самое у женщины. Ее постоянно унижают, она постоянно принижена, она постоянно, она не может расцвести, она, наоборот, вот для нее жизнь не в радость. И зачем вы друг друга мучаете из-за квартиры, из-за детей? Так это не стоит. Жизнь это настолько величайший дар. Он не стоит ни денег, он не стоит ни жилплощади, он не стоит ни детей. Потому что это вы все можете приобрести дальше. Встретились, соединились, ага. Ну, не подходите вы друг другу. Разошлись, создали новые пары. И я это знаю, такие примеры. И все хорошо пошло. И дети родились, и жилплощадь получилась, и с работой там все наладилось. А так мы протянули вот эти десятки лет, и потом уже после того, как вот кто-то из супругов умер, все равно остался вот этот шлейф, вот этого всего, что тут наговорено на вас, что унижено. И расскажу теперь случай, который произошел на 8-м канале. Передача называлась «В гостях у Малахова». Приходили ко мне люди, и вот в частности пришла женщина, ну, средних лет, и начала рассказывать. Вот, я прожила с мужем 10 лет. Он в начале, так, более-менее, надо жили. Потом он начал меня оскорблять. Потом он начал рукоприкладством заниматься. А потом придушил меня. И вот тут я поняла, что он может меня еще убить. И тогда я развелась с ним. Я слушал ее, и сказал ей вот так вот прямо в глаза. Вы знаете, скажите спасибо своему мужу, что он из вас тряпки сделал человека. Вот если человек не чувствует себя ничего человеческого, ничего личностного, ничего вот-вот-вот, что с собственной значимостью не чувствует, занижена самооценка, то тогда он готов терпеть вот эти вот унижения, побои и прочее, 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 прочее. Вот этот период, возможно, ему нужен для того, чтобы у него повысилась самооценка, своя собственная значимость. Вывод лично мой такой. Если у вас начинается какой-то разлад, сразу же там после знакомства, идут какие-то там такие обидные вещи, которые вы воспринимаете. Это говорит о том, что это не ваш человек. Поэтому это хорошо, что он проявился именно вот в самом начале. Ворвите все связи, бегите от него. И начинайте все заново. И тогда вам удастся что-то такое сделать действительно полезное в вашей жизни, а не быть какой-то рабой и не жить в негативе и не понимать, что такое для вас сама жизнь и вы в ней. Вот мой такой ответ будет по женскому, по женским обидам. Есть такой вот раздел, женские бытовые обиды. Я мыслю так. Может вы мыслите по-другому? Пожалуйста, можете рассказать. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok